Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. С высокое качество и награды высокие. Продукция анапских сельхоз и товаропроизводителей признана одной из лучших на кубанской выставке. Дополнительные площади и улучшение качества медицинских услуг. Амбулатория Приморского сельского округа ждет модернизация. Дотянуться до звезд. Как происходит изучение космоса на профессиональном уровне с балкона анапской квартиры. Исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков провел прием граждан. Все вопросы, с которыми идут люди, как правило, рассматривались соответствующими ведомствами и управлениями. Руководители, отвечавшие на обращение граждан, также принимают участие в разговоре с заявителями. Личное участие руководителя и его поддержка или требования на эти решения вопроса зачастую необходимы там, где по той или иной причине застопорилось дело. Как, например, с газификацией дома по улице Толстого, 111-я. Несмотря на то, что в большей степени решение этой проблемы зависит от пассивности застройщика, администрация города подсказала реальные пути ускорения процесса и уже собирались рабочие группы, где Поляков дал конкретные задания. Если часть квартир оформлены как студии, где газификация недопустима по требованиям безопасности, необходимо переделывать технические условия. Именно с этого и начинается строительство жилья. Сегодня губернатор говорил, и сегодня мы рассматривали о том, что вначале должны выполняться технические условия, потом застройка делается. Вначале строят дом, вам продают, а квартиры, а потом мы начинаем трубы тягать там, понимаете или нет? А вы четвертый год отследите без газа. Мы со своей стороны готовы помочь, все что угодно сделать, вам бумагу, письмо, пинка кому-то дать, понимаете? Но я не могу залезть в межрегион газ и сказать, вот вы вот так сделайте, потому что она перед законом тоже отвечает. Поэтому Поляков берет на контроль вопрос подачи заявки на новые технические условия. И я, и Нина Николаевна, она депутат горсовета. Мы заинтересованы, и она в лобовую заинтересована, чтобы газ опотреблялся. Вы поняли, куда заявку, кто должен. Я все это разъяснился. Занимайтесь, не затягивайте, две недели даю срок, через две недели доклад. Тему недобросовестного строительства продолжил Юрий Бартыш, который пришел просить не сносить его пятиэтажную гостиницу, построенную незаконно, приводя как довод свою защиту наличие десятка других документов. Экспертиза есть? Да, экспертиза. Экспертиза есть, все. Разрешения нет на строительство? Ну все, о чем с нами разговаривать в суд, и все, на сносы. Те, кто без разрешения строится, это что такое вообще, я не могу понять. Сегодня, завтра, другой, третий, пятый, десятый. Среди обращений с просьбой помочь всегда есть очень личные, как, например, место в детский сад. Есть и искреннее желание поучаствовать в общественной жизни города с десятком предложений, как изменить жизнь города к лучшему. Анапа привезла первое и второе места с седьмой Кубанской агропромышленной ярмарки. В течение пяти дней наши сельхозы и товаропроизводители представляли курорт и удивляли кубанцев своей свежей и качественной продукцией. И труд наших земляков был высоко оценен экспертами и жителями Краснодарского края. Анапское устричное хозяйство победило в номинации «Рыбоводство», оставив позади несколько десятков конкурсантов. В номинации «Народные промыслы» экспозиция анапчан на втором месте в крае. Всего в Кубанской ярмарке приняли участие 24 анапских сельхозпроизводителя. Они представили курорт в семи конкурсных номинациях – виноделий и агротуризм, товары народных промыслов, животноводство, рыбоводство, пивоварение и безалкогольные напитки, пчеловодство и растениеводство. Торговые марки, представленные на ярмарке, известны не только в крае, но и за его пределами. Анапская экспозиция вызвала живой интерес у покупателей. Продукцию анапчан за эти дни разобрали полностью. Покупателей было очень много. Люди приходили, смотрели, пробовали, проводили все различные дегустации. Людям нравилось, приобретали нашу продукцию. Все, что мы привезли, все мы там и продали. Поэтому ярмарка удалась. И хотелось бы отметить, что кроме продаж мы, конечно, участвовали в круглых столах. Это деловые программы, которые были организаторами разработаны. В Хуторе-Воскресенске расширяют местный фельдшерский пункт. Уже в ближайшее время сюда переедет подстанция скорой помощи из села Цибанабалка. В освободившихся помещениях разместят педиатров и терапевта. Медики говорят, что такая оптимизация для них жизненно необходима. Это кабинет главного врача. В нем работают 4 человека. Фактически вся администрация амбулатории из села Цибанабалка. Все площади максимально задействованы под прием и оказание медицинских услуг. За 10 лет население в зоне ответственности медиков удвоилось. Сегодня здесь работают 4 педиатра. Столько же терапевтов еще одна. Выйдет из декретного отпуска, но и ей работы хватит с головой. У нас в этой площади в амбулатории разносит такое количество врачей в участках. Валентина Кущенко живет в поселке Пятихатки. В целом, работой амбулатории довольна. Некоторое время на ее участке часто менялся терапевт. Однако сегодня кадровая проблема решена. Женщина считает, что новые кабинеты для приема так или иначе нужны. Вот мы немножко попоздали. Народу много. Когда нас соберется туда на процедурную, очень много крови сдавать, очень много зубного много. И мы еще терапевту, еще в зумах бывает, что они одновременно работают. И вообще не пройдет. Кривистатура, вот она. Вот мы вот так вот начинается. Кто-то сюда, там один оказал, второй начал. Вот одну очередь надо получать. Здесь достаточно мощный кабинет физиотерапии. Но и он, по словам медиков, жизненно необходим, чтобы противостоять сезонным вспышкам простуды. Фактически отдельное крыло занимает подстанция скорой помощи. Здесь постоянно дежурит один экипаж. Врач, фельдшер и водитель. Ее решено перенести в хутор Воскресенский. В освободившихся помещениях с отдельным входом и санузлом разместят детское отделение с регистратурой. Во взрослом крыле появится дополнительное место для терапевтов. В фельдшерском пункте в хутор Воскресенский полным входом идет ремонт. К нему делают пристройку на капитальном фундаменте. Здесь будет фельдшерский пункт. И сюда же мы переводим бригаду подстанции скорой нетложной помощи из амбулатории в поселок Цыбанопалку на ФАП в Воскресенске. Для того, чтобы оптимизировать площади. Здесь у нас сидел один фельдшер. То здесь к фельдшеру добавится еще бригада, призная скорой нетложной помощи. Еще один фельдшер и еще и врач. По словам Эльны Рогалевой, помещений будет вполне достаточно для того, чтобы фельдшер мог эффективно выполнять свои обязанности. Обновленные лечебные учреждения планируют открыть до конца октября. До 1 декабря следует уплатить налоги на имущество. А на Пчаном продолжают поступать единые налоговые уведомления о налогах на транспорт, дома, квартиры, землю за 2016 год. Чтобы избежать штрафных санкций, налоговые платежи не стоит откладывать до зимы. Оплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря 2017 года. Далее будет начисляться пеня. Своевременная уплата на численных сумм позволит избежать возникновения недоимки. Следует помнить, что пользователи личного кабинета налогоплательщика на портале госуслуг получат единое налоговое уведомление только в электронной форме. Доставку налоговых уведомлений в почтовые ящики всем остальным налогоплательщикам осуществляет Почта России. Атамана Хуторского казачьего общества выбрали в селе Юровка. Там прошел отчетно-выборный сбор. Избранный атаман возглавит казаков на ближайшие 5 лет. За ходом выборов следила наша съемочная группа. В зале казаки – местные жители и кадеты казачьей школы. На повестке дня – выбор атамана Юровского Хуторского казачьего общества. Почетные гости – атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый и заместитель главы Анапы Сергей Козлов отметили продуктивность работы местного казачества. Плоды работы видно. Это атаманы в целом всех казаков. Но особо хотел бы подчеркнуть вопрос – это создание казачьих классов. Нигде нет такого количества казачьих классов, как в Юровском обществе казачьих. Действующий атаман Евгений Нечаев отчитался за деятельность казачьего общества, которое он возглавлял последние годы. Решение губернатора о создании казачьих классов и казачьих школ Кубанин нами не обсуждалось. Первая казачья школа в муниципальном образовании города Курур-Канапа – это наша школа номер 18. С сентября этого года открыло 12 казачьих классов и 3 класса с группами казачьих направлений, в которых обучаются 370 юных казачьих из 740 учащихся, что составляет 50% учащихся. Главным конкурентом Евгения Нечаева на пост атамана стал местный казак Иван Безуглов. Однако жители и казаки и в этот раз поддержали прошлого руководителя, в связи с чем конкурент снял свою кандидатуру прямо во время сбора. Голосование показало, что пост сохранится за Евгением Нечаевым. И казаки, и жители села переизбрали его единогласно. Человек достойный уважения. Это было видно по поведению казаков, по поведению зала. И сколько он является атаманом, никогда. От атамана районного казачьего общества не было никаких претензий к атаману Нечаеву. Нечаеву. И, как я уже вам сказал, это было видно по реакции зала и то, что его избрали единогласно. Единственное пожелание, о котором я говорил, это увеличение численности казачьего общества. В завершение сбора атаман-таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглов за вклад в развитие казачества в сельском округе наградил ценными призами самых активных казаков. А творческие коллективы Дома культуры подарили свои номера. Продолжается мероприятие, посвященное 74-й годовщине освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. В библиотеках курорта проходят уроки мужества, работают тематические книжные выставки, организовываются встречи с ветеранами, хранителями, живую память о тех годах. В Центральной библиотеке для студентов Анапского филиала Сочинского государственного университета прошел урок мужества, на котором ребята смогли пообщаться с участником Великой Отечественной войны Василием Михайловичем Кулькиным. Он поделился историей своего боевого пути и в назидание молодежи пожелал быть достойными гражданами своего города, которые заново отстраивали их деды и прадеды. На вас вся надежда, нашего старшего поколения, мы надеемся на вас, что вы сумеете, то, что мы, как говорится, тоже оставляем вам, вы продолжите это дело. Я только пожелаю всем и каждому успехов в своем деле. Гостью мероприятия стал и председатель Анапского филиала Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества» Олег Андреевич Пухкалов. Он познакомил слушателей с историей освобождения Анапы, украсила встречу своими выступлениями певица Надежда Струнка и ребята из театральной студии «Облака». Сегодня Управление гражданской обороны и защиты населения опубликовало предупреждение об ухудшении погоды и усилении ветра, в связи с чем использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено. Кроме того, краевые синоптики говорят, что на Черноморском побережье так называемый бархатный сезон завершается и осень по-настоящему вступает в свои права. Стоит ли анапчанам доставать теплые вещи или погода порадует еще теплым солнцем, мы узнали у главного синоптика края. Сейчас у нас осуществляется достаточно интенсивный заток холода, но по долгосрочному прогнозу на юге России у нас температуры будут близки к норме, а осадков несколько ниже нормы, поэтому я думаю в октябре еще у нас будут теплые деньки. Но вот какого-то серьезного вторжения тепла также мы, к сожалению, не ожидаем. Ну и по климатической норме уже октябрь месяц более дождливый сам по себе, то есть как раз уже начинается период осенне-зимних палатков. Оттепели, конечно, у нас на Кубани будут, Кубани характеризуются именно такими периодами с достаточно интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ближнего Востока, с севера Африки, поэтому иногда у нас и в ноябре, и даже в декабре устанавливается достаточно теплая погода. Ну и пока по октябрю мы прогнозируем, что температуры где-то будут в пределах до 20-23 градусов максимальной температуры. Днем ночные температуры также будут приближаться к среднемноголетним значениям. В начале месяца ночные температуры на уровне 10-12 до 15 градусов, а вот уже к концу месяца температуры будут понижаться, и где-то в районе Анапы в отдельные дни может температура понижаться до плюс 4-5 градусов. Если погоду предсказать возможно, то вот с астрономическими явлениями дела обстоят куда сложнее. Однако увлеченные космосом исследователи не теряют надежды разгадать многочисленные тайны и загадки звездного неба. Один из таких живет в Анапе и вот уже 15 лет ведет наблюдение за небесными телами при помощи современного телескопического оборудования. Наши корреспонденты заглянули в объектив телескопа местного астронома и готовы рассказать, что там увидели. Луна обращается вокруг Земли по эллипсу, периодически подходя близко к Земле. Буквально на днях спутник нашей планеты находился в так называемом перигее, в самом близком расстоянии всего в 36 тысячах километров. Именно в такие моменты астроном может наблюдать лунную поверхность в мельчайших подробностях. А вот чтобы рассмотреть более удаленные планеты, приходится использовать специальное стабилизирующее оборудование. Это специальное устройство, которое позволяет отслеживать небесные объекты. В этом случае это компьютеризированная монтировка, которая может автоматически наводиться на различные космические объекты. И, соответственно, с пультом можно задать, например, по координатам, либо по названию тот или иной объект. Изучать углубленную астрономию Руслан Ильницкий начал еще в школе. Тогда появилось непреодолимое желание постичь неизведанный и загадочный космос. С тех пор не расстается с телескопом. Смотрит звездное небо не только ночью, но и днем. Используя специальные светофильтры, он наблюдает за выбросами, которые сейчас активизировались на Солнце. Слежение идет через специальные астрономические камеры. Представляет собой такую большую, но дорогую вебку, которая снимает видео в несжатом потоке. Благодаря чему можно получить высокую детализацию и самые различные настройки, ображения. Данная камера – это ZVU290MC. Цветная камера, универсальная, астрономическая. Большей частью она предназначена для съемки планеты Луны, но ее также можно использовать для съемки и Солнца, и туманности. На популярных интернет-ресурсах работы Руслана Ильницкого можно встретить под ником StarHunter. Есть у него и собственный сайт, где он делится своими достижениями и открытиями, а также консультирует начинающих астрономов по всей стране. В Анапе он единственный, кто изучает звезды на таком уровне. За 15 лет исследований он смог разгадать множество тайн и загадок космоса, однако обнаружить следы внеземных цивилизаций пока не удалось. Иногда бывает, допустим, какой-то треугольник летит по небу ночью. Вот, соответственно, у меня обычно бинокль рядышком находится. Вот, я сбегал за биноклем, посмотрел, оказалось, это просто пистая птица, которая летит. Вот, так же был случай, смотрю, а по небу летит такая куча мерцающих звезд, причем переливаются как бы разными цветами. Ну, разумеется, тоже в панике. Вот, посмотрел бинокль, оказалось, что это просто воздушные шарики со светодиодами. Поэтому летающих тарелочек на инопланетяных бы ни разу не видел. Сейчас у Руслана в арсенале 7 телескопов, и останавливаться на достигнутом он не собирается. В перспективе астроном планирует путешествие по южному полушарию Земли. Ведь только там можно в течение года наблюдать почти все звезды небесной сферы. А это значит, что самое главное открытие еще впереди. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 27 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем – до плюс 19 градусов. Ночью прохладнее – 14 выше нуля. Ветер северо-восточный – от 12 до 14 метров в секунду. Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 24 градуса. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.